На дорогах по вечерам не протолкнуться. Одновременно идет ремонт практически во всем Красноярске. И к календарной осени он не завершится. Более того, выделены деньги еще на 7 участков. Их ремонт уйдет в зиму. Как город собирается бороться с заторами и не допустить дорожного коллапса, расскажем в сюжете далее. Почему-то дотянули до конца лета, именно вот сейчас какой-то пик ремонтных работ. Из-за ремонта движение на дорогах сковано не только в час пик. Улица Высотная отдыхает от пробок вместе с жителями только ночью. Утренние и вечерние заторы здесь уже давно норма и без ремонта дорог. Но днем таких пробок еще недавно не было. Есть проблема. Конец лета все приехали из отпусков. И проблема она на самом деле большая. Мы ощущаем. Из-за того, что ремонт дорог сейчас... У многих водителей ощущение, что разом взялись ремонтировать весь город. И это похоже на правду. В этом году запланирован ремонт 79 участков дорог. И несмотря на конец лета, работы в самом разгаре. Мечникова, Майорчака, Воронова, Одесская, Тотмина, Юшкова. Всего 33 участка по городу. Из-за этого у многих горожан дорога домой и на работу плюсует к трудовому дню еще несколько пробочных часов. Ладно. Вы как хотите, а я спать. Завтра на работу. Пока доеду с работы, нужно будет выезжать обратно на нее. Это пошма. Я сегодня доеду домой или нет? И это летом, когда заторы еще не настолько протяженные. А чем ближе к осени, тем ситуация становится более аховой. Школьники сейчас поприедут. Все с дач вернутся. Я думаю, будет намного больше, крепче пробки. Конечно, грустно. Ну, ремонт. Сейчас же картами вырезают асфальт. Селят новый. Намного комфортнее. И без дыр. Немножко потерпим. До 1 сентября готовы уж точно терпеть. Однако терпеть придется гораздо дольше. Выделены деньги еще на 7 участков дорог. Их ремонт уйдет на зиму. Но некоторые красноярцы не связывают пробки на дорогах с их ремонтом. От неопытности водителей. Это не государство вина. Это водители. Чтобы не было причиной, дорожники предлагают выход. В эти моменты мы будем максимально, максимально уходить с дорожного полотна. Если есть возможность выполнять работы на обочинах, экипажи выезжают, смотрят дорожную обстановку на местности, реальную дорожную обстановку, а не по картам Яндекса. Ведут борьбу с пробками и регулируют транспортные потоки с помощью светофоров. Увеличение длительности горения зеленого света. Однако это, конечно, снижает коллапс на дорогах. Но совсем избавить от пробок не в силах. Сколько сигнал светофора не увеличивает, все равно дорога имеет свои определенные параметры и пропускную способность. Например, на перекрестке проспекта Свободная улица Высокная, при примерно равных параметрах проезжей части, примерно равной интенсивности, какого бы направления не увеличивал, неизменно приведет к заправлению на других направлениях. Поэтому ждать стоит не чудо или завершение ремонтных работ, а морально готовиться к осеннему трафику. Вспоминая прошлые годы, коллапсовая ситуация на дорогах возникает и зимой, когда дорожные работы завершены, а к новым еще не приступили. Это застывший проспект Металлургов в утреннее время. Моя любимое развлечение на этом пути – догонять и обгонять автобусы. Вот 51-й, попутный. Но мне в него не судьба сесть, бедные люди, а. Это так, на самом деле, унизительно. Ты вроде делаешь все, чтобы попасть вовремя. Идешь, бежишь, встаешь рано. Но, увы. Войти в переполненный автобус нереально, а может и к лучшему. Ведь пешком, с учетом пробок, даже быстрее. Первый раз, когда такое случилось, я села вот на эту лавочку и заплакала от бессилия. И плачут не только в Зеленой Роще. Один только Пашиной с его регулярными бордовыми заторами чего стоит. Точнее, стоит. В микрорайон ведут всего две дороги – через остров отдыха и семафорную. На выезде создается эффект бутылочного горлышка. Поэтому, помимо ремонта дорог, неплохо подумать и о развязках. Виктор Бородин, Виктория Мартоник, Дмитрий Комаров, 7 канал.